Почему в России начался дефицит продуктов питания и на какие регионы в первую очередь он повлияет? Лихие 90-е возвращаются? Кто будет отжимать у россиян бизнес? Об этом поговорим с экономистом Олегом Пензиным. Сейчас в России на слуху яйца. Они либо по огромной цене, либо пропали с полок. И мы помним, что в начале полномасштабного вторжения в России тоже был дефицит на некоторые продукты. На ваш взгляд, отличается дефицит в России 2022 года от нынешнего дефицита? Да, конечно. Тогда был дефицит спровоцирован психологическими переживаниями и исторической памятью достаточно большого количества российских граждан. Ну, вы же знаете, да, что любая война, даже если вы ее назовете СВО, она в памяти российских граждан, особенно в великовозрастных, с исторической памятью Советского Союза, она, как правило, ведет к резкому дефициту товаров первой необходимости. И вот тогда была же связана с покупкой этих товаров первой необходимости, который был достаточно быстро и легко преодолен путем раскрытия неких стратегических запасов, неких внутренних резервов. Тогда еще было достаточно большое количество на складах запасов. Российская Федерация достаточно длительный период времени жила в мире, имела большие накопления в фонде благосостояния. Ну, тогда она была более-менее финансово достаточна. То, что мы имеем сейчас, это совершенно иной вопрос. Смотрите, во-первых, это первая ласточка тех проблем, которые ждут любую экономику, которая 30% бюджета тратит на войну. Это первая ласточка той экономики, которая реально отрезана на сегодняшний момент от поставок комплектующих, оборудований, химикатов, витаминов, которые являются необходимыми ингредиентами в процессе производства. Причем этих ласточек уже несколько. Одна ласточка мы увидели огромное количество, пока еще не катастрофических, но аварий российских бортов иностранного производства. И это количество очень здорово нарастает. И оно реально грозит тому, что будет транспортный коллапс. Обещание производить тысячу гражданских самолетов в год, поверьте, это не более чем обещание. Ничем не подкрепленное и технологически реально невозможное. Просто потому, что всего комплекса комплектующих, которые необходимы для производства авиационной техники современного уровня, Российская Федерация не производит. Причем и Китай его не производит. А если производит по лицензиям и патентам, ни один из запчастей в Российскую Федерацию не попадет. Ну, легально, по крайней мере. По одной простой причине. Потому что мгновенно китайские компании, которые это сделают, попадут под жесточайшие санкции. Почему ситуация в первую очередь зацепила сектор производства яиц и курятин? Ну, кстати, это касается и украинского, и касается любого другого производства, аналогичных видов продукции. Дело в том, что этот вид производства продовольствия максимально технологичны. То есть там есть некие протоколы, которые приняты сегодня во всем мире. Есть некие четко определенные производители оборудования, птицефабрик, которые, кстати, стоят практически во всех европейских странах. От Франции до, я не знаю, Норвегии, от Норвегии до Украины, от Украины там, ну и Россия тоже. И под это оборудование необходимы соответствующие наполнители, соответствующие витамины, соответствующие корма. Все это импортное, все это производится точно не в Российской Федерации. Под это дело необходимы запчасти, которые есть уникальные, которые не производятся в России, и в Китае тоже они не производятся. Хотя в Китае есть на сегодняшний момент свои технологические линии, но менять европейские на китайские, это очень дорого, этого никто делать не будет. Короче, произошла ситуация, при которой в Российской Федерации начали системно останавливаться птицефабрики, которые обеспечивали их яйцом. Останавливаться начали вот просто потому, что нет запчастей, нет витаминов, нет материалов, нет наполнителей. Ну, просто нет, потому что, понимаете, тут же еще это все это можно как бы достать через серый импорт, но это будет намного дороже стоить, и те, кто это делают, автоматически ставят на яйцо совершенно другую цену. Когда на десяток яиц ставится цена 350-400 рублей, ну, это дорого, это не по карману российскому гражданину, а когда выкидываются яйца из стратегических запасов, которые там стоят 150-200 рублей за десяток, у вас образуется очередь, как в старые добрые советские времена. В свое время говорили очередь, как мы взяли и Ленина. Ну, вот приблизительно такой же вариант. Понимаете, почему я говорю, что это первая ласточка? Потому что вся система аграрной переработки в Российской Федерации работает на импортном оборудовании. Это первый момент. Второй. Что значит перегретая экономика? Вот сейчас все говорят, в России перегретая экономика. Это означает следующее. Благодаря достаточно большому объему военных заказов резко увеличился платежеспособный спрос от имени государства. То есть над машиностроительными предприятиями очень серьезно давляет огромный спрос, денежный спрос. Технологически удовлетворить этот спрос машиностроительные предприятия не могут. Во-первых, нет рабочей силы. Сумасшедший дефицит. Во-вторых, материалы, сырье, оно аналогично как для мирного производства, так и для военного. И если производители военно-промышленного комплекса хотят это сырье купить, они начинают конкурировать ценой. То есть они готовы платить дороже. Они готовы платить дороже рабочему. Они увеличивают ему заработную плату, они дают ему бронь от мобилизации, они делают ему социальный пакет. А в условиях сумасшедшего дефицита рабочей силы, откуда этот рабочий будет браться на это машиностроительное предприятие? Он будет уходить из предприятий, производящих мирную продукцию. И все это происходит на фоне того, что а вообще как бы аграрный сектор он очень слабо механизирован. Там очень высокая доля низкоквалифицированного дешевого труда. Поэтому с одной стороны аграрный сектор является источником вот этой рабочей силы, которая идет на машиностроительное предприятие по совершенно другой цене. А с другой стороны с аграрного сектора уехало достаточно много зарубичан из Средней Азии. в первую очередь из Средней Азии. Потому что в их странах тоже технологический бум. В их странах на сегодняшний момент можно зарабатывать приблизительно столько, сколько вы зарабатывали в Российской Федерации. Кроме всего прочего, россияне ввели очень жесткую политику по поводу иностранных работников. Короче, нарисовалась схема, при которой в аграрном секторе Российской Федерации резкая нехватка рабочей силы, резко удорожала сырье и материалы. Если вы хотите оставить на перерабатывающем предприятии хоть каких-то работников, вам надо им существенно повышать зарплату. Но не выдерживают по цене сегодня переработчики аграрной продукции. Не выдерживают. Поэтому Роспотребнадзор уже снял все ограничения и таможенные барьеры по завозу в Российскую Федерацию турецких яиц и курятин. А кстати к чему это приведет снятие вот этих таможенных барьеров и налогообложения? К притеснению с рынка российского производителя. Ну кто этого еще не понимает? Что будет дальше? Будет усиливаться зависимость этого вида продовольствия, этого сектора российской экономики от импорта. Что это значит? Это значит, что в будущем вы не сможете вот при этой же структуре затрат госбюджета обойтись без импорта. А продовольствие всегда было стратегически важным направлением внутренней экономической политики. То есть государство не может кормиться за счет импорта, потому что в случае каких бы то ни было серьезных потрясений импорт мгновенно прекращается. Как только прекращается импорт, начинается дефицит. Вот собственно к чему я это все так долго говорил. Первый признак военной экономики, модели Советского Союза последнего десятилетия его существования это сумасшедший дефицит продуктов, который в первую очередь начнет охватывать именно отдаленные регионы. Москва долго еще ничего чувствовать не будет. Но это то же самое, что было во времена Советского Союза, кто жил тут помнит. Еще один момент очень интересный. Оценивать инфляцию в стране можно только тогда, когда вы можете легко отоварить собственные деньги. В Советском Союзе инфляции не было. В Советском Союзе цена вареной колбасы не менялась десятилетиями. Но когда вы приходите в магазин там пустые полки, а купить вареную колбасу вы можете только по блату, вы начинаете понимать, что такое дефицит. Так вот оценивать инфляцию в условиях дефицита это очень неблагодарное дело. Это совершенно искривленная модель экономики. Так вот то, что сейчас происходит в Российской Федерации, это первая ласточка начала экономики общего, экономики дефицита. Как долго россияне смогут жить в этой ситуации? Вы знаете, долго. Это в длительной перспективе, в очень длительной, которая исчисляется годами, а то и десятилетиями, возможно трансформация общественного сознания. Скорее всего, она будет происходить на изломе политических событий, смены, например, политических элит. Ну, в конце концов всем смертные и рано или поздно какие-то политические фигуры будут уходить с политической арены. Вот в тот момент, да, вполне возможно начнутся какие-то оценочные вещи, связанные с тем, отчего это наши соотечественники, например, в той же Украине живут на порядок лучше. Но это будущее. А до этого будущего еще нужно дожить. Российское правительство по факту подражания яиц и пропажи их с полок магазинов инициировало прокурорские проверки. На ваш взгляд это поможет? Ой, слушайте, ну, давайте мы вспомним 1939 год, по крайней мере, из исторической литературы, вы, не я, тогда они жили. Давайте мы вспомним из исторической литературы, какова была основная цель подобных чисток. Понимаете, общество, которое систематически находится в условиях понижающего уровня жизни должно иметь перед собой врага внешнего и внутреннего. Внешний враг у нас есть. Внешний враг у нас некий условный запад и их марионетка Украина. Нацистское государство, которое нужно уничтожить, раздавить, денацифицировать и демилитаризировать. Но внутренний враг тоже не дремлет. Этого внутреннего врага надо выявить, показать и наказать. Этот внутренний враг может быть кто угодно. От бабы варь на проходной птицефабрике, которая украла десяток яиц и поймана с поличным. И благодаря ей 10 честных женщин не получили по своему яйцу до главного инженера этой фабрики, который не смог методом кувалды и какой-то там матери починить сложнейшее европейское оборудование. То, что сейчас происходит, это поиск внутреннего врага, который привел. В любом случае нужно показать, кто виноват. Ну точно не человек, сидящий в Кремле, правда? Виноват вот конкретный исполнитель, который там допустил остановку предприятия. Вот эта остановка предприятия будет главной его виной. Объективные условия никого не волнуют. Вот это поиск внутреннего врага. Сейчас то, что происходит в России, некоторые называют большим переделом по аналогии с 90-ми. только сейчас идет передел, начался он с передела западной собственности, которая осталась в России и уже распространяется дальше и на российскую собственность. И на ваш взгляд, может ли вокруг властная элита, приближенная к власти, воспользоваться проблемами в экономике, в том числе с производством курятины и яиц, чтобы что-то отжать, перераспределить и так далее? Вы знаете, я бы сказал, что сейчас будет происходить несколько другое. Сейчас будет происходить то, что называется государственный капитализм. Сейчас резко будет усиливаться роль государства, российского государства во всех сферах жизни. То есть сейчас резко будет возрастать присутствие государства в секторе производства во всех отраслях. Но, во-первых, начнем с того, что вот этот огромный объем государственного заказа, который будет сопровождаться достаточно большим разворованием и, как следствие, тотальным контролем и перераспределением разворованных средств по всей вертикали государственной власти, это же нормальный процесс, мы же к этому привыкли, он будет еще больше усиливать государственный контроль над производственным сектором Российской Федерации. То есть то, что я называю государственным капитализмом. То есть это будет скрытая национализация. другими словами. То есть будет идти утеря реального управленческого контроля частных собственников над своей собственностью через резкое увеличение государственных заказов на этих предприятиях. понимаете, даже если, например, какое-то машиностроительное предприятие частное, но оно резко завалено государственным контрактом, то параллельно с этим государственным контрактом на это предприятие заходит первый отдел, заходит ФСБ, военприемка, заходят соответствующие органы, которые контролируют, заходит вся вот так государственная структура, которая собственно реально и начинает принимать управленческие решения по поводу этого предприятия. то есть начинается еще раз говорю скрытая национализация. То есть это происходит не отжим собственности в интересах конкретных олигархических групп, это начинается отжим собственности в интересах олигархического государства. Вот так это будет выглядеть. И собственно в этом как раз и есть тот командно-административный механизм управления, который сейчас все больше и больше будет погружаться Российской Федерации. То есть она максимально будет приближаться к тому механизму структуры собственности и структуры управления, который был во времена Советского Союза в последние десятилетия. Это есть особенность любой военной экономики. То есть перевод экономики на военные рейки он же имеет ну как бы две стороны палки, извините. Да, с одной стороны у вас резко увеличивается объем производства промышленной продукции. У вас растет ВВП объективно, потому что любые военные затраты это рост ВВП. Но с другой стороны у вас происходят все эти искривления, которые характеризуются вот подобной централизацией. У вас меняется в стране все. У вас меняется структура экономики. У вас понимаете, я абсолютно уверен, что после того, когда на эти птицефабрики зайдет прокуратура российская и их следственный комитет, то механизмов влияния на собственников появится такое количество, что они будут как марионетки двигать своими ручками под команды центрального аппарата мгновенно и без менять ничего не надо. Эти люди повязаны, эти люди с условными уголовными терминами, эти люди с шансом оказаться в тюрьме в течение 15 минут после сомнения в правильности принятого решения местным прокурором. Ну, слушайте, как это работает, мы представляем себе. Поэтому, с моей точки зрения, вот именно в этом направлении сейчас будет идти в направлении резкого увеличения влияния государства на экономические процессы. У меня в связи с этим возникает логический вопрос, потому что мы видим, что после развала Советского Союза, после краха плановой экономики, фактически свободный рынок, частная собственность помогли вытянуть экономику Российской Федерации и дать серьезный толчок к развитию. Но где-то с двухтысячных и чуть позже мы видим обратный процесс, когда государство стало подминать под себя банковский сектор, нефтегазовый сектор и так далее. То есть этот откат не начался сейчас, по моему ощущению и наблюдению. Он начался раньше. Почему так произошло? Я бы сказал несколько по-другому. Это не было в тот момент усилением контроля государства. Это был как раз на тот момент усилением контроля за теми или иными бизнесами провластных политических групп. это не было контроль государства как такового. Потому что контроль государства не предполагает резкого обогащения определенных категорий граждан благодаря природным монополиям, которые находятся под контролем государства. Ведь именно с 2000 года начал формироваться тот олигархический блок те фамилии великих олигархов в кавычках российских, которые своим богатством начали удивлять весь цивилизованный мир. Собственно вот подобное резкое обогащение определенных категорий людей говорило о формировании олигархического капитализма. А то, что сейчас происходит, это государственный капитализм. На сегодняшний момент в Российской Федерации ни один олигарх не может принять самостоятельного управленческого решения. Все на сегодняшний момент находится под контролем государства. Вот яркий пример формирования государственного капитализма. То есть я бы сказал, что то, что происходило в начале 2000-х и то, что происходит сейчас, это совершенно разные вещи. Вроде внешне они отражают централизацию управленческих решений в узком перечне рук. Но если тогда это были аллигархические группы, то сейчас это государственные служащие, которые будут активно обогащаться, но они на сегодняшний момент не являются держателями собственности. Они являются участниками управления только по той причине, по которой они являются государственными чиновниками, занимателями определенных кресел. И в этой ситуации решение человека, сидящего на самом верху о тех или иных изменениях в кадровой политике означает для этого чиновника крах его системы доходов. Потому что если вы олигарх, вас отодвинули от управления собственностью, это не значит, что вы не остались собственником этой собственности. И мы с вами имеем примеры достаточно богатых российских людей, которые сейчас уехали за границу, формально они являются собственниками каких-то активов, где-то там что-то выступают, где-то там что-то говорят. В той схеме, которая строится сейчас, это будет невозможно просто потому, что человек, который сегодня принимает решение, к этим активам не имеет никакого отношения. Он имеет отношение только потому, что он госслужащий, он госчиновник. То есть выстраивается классический аппарат времен конца существования Советского Союза, когда должность решает все. Не права собственности, не экономические отношения, не наличие денег на счетах в Сбербанке, а занимаемая должность. Вы занимаете должность, вы имеете доступ к кормушке. Вы не занимаете должность, вы голый босс можете стоять в очереди за куском вареной колбасы. Классика советского эстеблишмента. Вот именно это сейчас активно продвигается. Кстати, это начало продвигаться где-то со середины 22-го года. В 24-м году эта ситуация максимально усилится, потому что сожрать 120 миллиардов долларов, сожрать государственным аппаратом и системе машиностроительного производства Российской Федерации будет крайне сложно. И здесь без административного контроля за этими процессами никто не обойдется. Поэтому выстраивается четкая система государственного капитализма. Военного государственного капитализма. Спасибо большое за комментарий. Хорошего дня. Хорошего дня. Всего доброго.